Всем привет! Сегодня у нас видео с вашими вопросами и моими ответами. Этот формат видео я придумал для того, чтобы вас увлекать в развитии своего канала, чтобы вы могли давать какие-то интересные темы для обсуждения. Я читаю комментарии, которые вы пишете под видео, ну и также у меня существует ссылка, где вы можете перейти, задать вопрос и оставить небольшой донат, и этот вопрос попадет в серию таких видео. Сейчас я буду читать комментарии и вопросы, и я надеюсь, если кого-то неправильно прочитаю, вы не обидитесь. Итак, Tape Jazz пишет. Привет! Подскажи, пожалуйста, на какие бюджетные интересные модули стоит обратить внимание, собирая REC только для FX? Сейчас юзаю педали, но хочу получить более сложные текстуры, реверы, дилеи, гранулярки. В последнее время я всем советую очень крутой модуль Supercell. Это одна из версий модуля Clouds, который включает в себя еще дополнительный VCA, у него есть возможность рандомизации, сейчас о ней я чуть побольше расскажу. Суть этого модуля заключается в том, что это максимально полноценная версия модуля Clouds, который являлся в свое время гранулярным таким дилеем с реверберацией. Но чтобы получить модуляцию именно в обработке, вам все равно необходимо покупать модули, которые будут с помощью напряжения управлять каким-то параметром. Это может быть LFO, огибайки, какие-нибудь аттенюаторы. А в модуле Supercell у него есть очень крутая функция. У этого модуля есть внутри рандомизация параметров, и когда вы добавляете аттенюатором в положительное или отрицательное значение, то модуль начинает делать вам модуляцию. Фишка модулярных синтезаторов заключается именно в этой модуляции. Например, педаль эффектов, она не может этим похвастаться. Но я думаю, что в некоторых педалях, наверное, есть какой-нибудь LFO. Но суть в том, что вы можете закоммутировать очень много вот этих модуляций, и звук станет интересным. По сути, все эффекты, они уже изведаны. То есть, ну, есть там дилей, пидшифтер, есть реверберация, есть там динамическая какая-то обработка, сатурация, компрессия, есть эффекты тремола, фленджера, там, всякие такие. Но что-то нового, сверхъестественного вы, наверное, вряд ли сможете найти. Только на стыке вот этих вот различных эффектов получаются какие-то интересные комбинации. Так вот, Supercell, он включает в себя и ревер, и дилей, там есть... Там, во-первых, можно переключать некоторые программы, то есть, как бы, прошивка включает в себя несколько настроек. То есть, это может быть пидшифтер, там, резонатор, это вместе с ревербом. В общем, там много чего есть, бид-репитер, там, например, может быть. И вы можете переключаться между этими программами, выбирая там какой-то для себя, сохраняя их пресеты, и с помощью вот этих вот внутренней рандомизации аттенюаторов вы можете добиться уже модуляции. То есть, по сути, один модуль можно приобрести, и у вас уже будет эффект-процессор с модуляцией. То есть, ну, я считаю, что это круто. Конечно, можно собрать, например, какие-то фильтры интересные по вкусу вам, которые, там, аналоговые или, там, цифровые фильтры есть. Например, вот эти вот интересные фильтры. ROS, короче, фильтр такой есть. Он взят с технологией синтезаторов YEMU. Это такой фильтр на основе морфинга, когда там плавно перетекает из одного в другое. То есть, это посредством цифры только можно осуществить. Вы можете выбрать, например, цифровой фильтр, такого интересного плана, или какие-то аналоговые интересные схемы. Там, например, вот у меня есть Recognizer Filter. Это, короче, матричная такая модуляция от Jomax. Он очень сложный и в понимании, что там конкретно происходит. Но можно, конечно, почитать мануал. Там такая аналоговый тракт, который позволяет добиваться каких-то интересных эффектов. Если вы знаете, такие были Sherman Filterbank, что-то типа того. В общем, короче, в основном его используют для какой-то перегруза, для такого звука. Но все равно какие-то уникальные эффекты тоже можно найти. К чему все это говорю? Вы можете пойти по пути поиска какого-то интересного, одного уникального эффекта, но им все равно вы не сможете добиться интересной модуляции в плане эффектов. Это как купить какую-то педаль. Одна так звучит, другая иначе. А вот сочетание нескольких, оно и позволяет. То есть, добиться уникального звука. Поэтому такие педали, вот как голограмм электроникс, обзор на канале, который я делал, он и интересен тем, что там сочетание классических эффектов под такой своей уникальной схемой дает интересные результаты. И да, конечно, собрать Еврорек какой-то FX, собирая различные модули, это классный путь, потому что действительно можно что-то в этом поискать. Но что конкретно посоветовать? Здесь нужно слушать конкретный эффект, который вам нравится. То есть, искать какие-то сочетания этих модулей и пытаться создать свой уникальный эффект процессор. Если вы хотите вступить в сторону Еврорек с этой стороны, но не хотите пока покупать много модулей, я рекомендую взять Supercell. Потому что он, мало того, что есть обработка, он цифровой, да? И у него есть уже модуляция. То есть, вы уже сможете создавать какую-то космическую модуляцию, или там некосмическую, аккуратную, в зависимости от ваших потребностей. То есть, с ним уже можно заниматься. И вот я его советую всем. Я сам себе купил этот модуль. И обязательно на канале расскажу я в модулярных буднях. Это будет, наверное, последний выпуск, посвященный этому ящику, где я расскажу про этот модуль более подробно. Так что подписывайтесь и следите. Ретибор пишет. Цены на модули, конечно, космические. Конечно, космические. Но суть в том, что цены на модули тебе не кажутся космическим, когда ты погружаешься в весь процесс. Ты понимаешь, что дешевле просто никак, что компании маленькие, что людям необходимо отбивать все эти компоненты, время потраченное на создание этого модуля. Поэтому, да, если вам кажется, вы смотрите на модуляр со стороны обычного недорогого синтезатора и кажется, что это дорого, ну, чуть-чуть разобравшись в этом, вы поймете, почему такая цена. И модульный синтезатор не будет являться для вас волшебной таблеткой, где вы сможете написать какой-то хит или еще что-то. Здесь действительно речь о том, что весь процесс, который от собирания своего уникального синтезатора, заканчивая процессом игры на нем, он должен для вас приносить удовольствие. Вот если этого нету, и можно обойтись на самом деле недорогим синтезатором, дело не в синтезе, дело в процессе. Марат Патронов пишет, я смотрю твое третье видео, и, мужик, блин, тебя очень интересно и легко смотреть, слушать, просто кайфово, и спасибо тебе. Марат, спасибо тебе большое за приятный комментарий, это вдохновляет меня, и я рад снимать видео, я рад делиться информацией, которую знаю, и всем людям, которые пишут положительные комментарии. Хочу сказать большое спасибо, вы меня поддерживаете, и я рад вас видеть у тебя на канале. Лев Богданов пишет, бро, у тебя столько сетапа, блин, кем ты работаешь? На самом деле сетапа у меня немного, и я многое продаю из них, постоянно здесь такая ротация происходит, некоторые устройства мне не подходят, некоторые остаются надолго, а работаю я дизайнером, я мультиинструментальный дизайнер, я могу делать веб, я могу делать графику, могу делать практически всего по чуть-чуть, поэтому обычная работа, связанная с творчеством, и она... кажется, у меня снег упал с крыши. Андрей Т пишет, для синтеза уже есть диджитон, у диджитакто очень хорошее качество при снижении пича, а то, что нет стерео, это даже плюс, так как моно-сэмплами ты делаешь и контролируешь стерео-картинку, как раз со стерео-сэмплами чаще всего получается каша в миксе. Да, для синтеза есть диджитон и аналог фо, все верно. Что касается моно-сэмплов и стерео-сэмплов, суть в том, что когда ты делаешь какие-то ваншоты или барабанные партии, то тут проблем нет, конечно, ты его панорамируешь внутри программно, но когда ты хочешь использовать луп, что для меня было важно, конечно же, я хотел бы видеть там стерео-возможность, может быть, по длине, там хотя бы 30 или минуту, но все-таки стерео мне необходимо для использования каких-то лупов. Ну, я решение, честно говоря, уже нашел, это Black Box от 1010 Music, и думаю, что я про него тоже что-нибудь в ближайшее время расскажу, поэтому вопрос для меня отпал, я взял себе синтезатор аналог фо и взял себе сэмплер Black Box. Там есть возможность сделать сэмплы, и есть возможность сделать их стерео, и я даже больше скажу, что я использую теперь как записную книжку, то есть я записываю какие-то лупы на ходу, мне это очень нравится, пока я доволен своим выбором в плане сэмплера. BabyHooligan пишет, привет, крутой обзор, крутая железяка, я задумываюсь над своим первым синтом, собираюсь баловаться техно-джемами, что может сказать про Korg Minilock XD, может, держал в руках, и есть ли мне, и есть мнение. Ты, кстати, не первый, кто спрашивает про Korg Minilock или про Minilock XD. Вообще, я считаю, что линейка Minilock, Monolog, Minilock XD очень крутой, потому что Korgовские секвенсоры мне нравятся, они интересные, они удобные, они имеют автоматизацию ручек. У Electron, конечно, подаворочений в этом плане, но Korg в том плане, что это не полноценный грувбокс, а как один синт, меня он полностью устраивает. И я был на выставке синтезаторов, и в тот момент, когда презентовали Lyra, не то, чтобы я хочу сейчас их сравнивать, но суть в том, что для меня это было в один день, когда я подошел к Lyri, пытался там что-то покрутить, и пытался создать звук, у меня вообще ничего не получилось, и я подошел через несколько минут к Minilock, тогда это был Minilock, и у меня сразу получилось создать секвенцию, я пытался там что-то покрутил, и мне показался он более сподручным. Поэтому я как бы советую всем Minilock и Monolog, потому что они стоят не очень дорого, но это реальная возможность поделать какие-то джемы. То есть если покупать его ради звука, то, конечно, наверное, тут нет смысла заморачиваться ради звука. А вот, кстати, да, человек спрашивал меня в Инстаграм лично, он спрашивал, типа, хочет винтажный синтезатор, и вот Minilock, и у меня был там спорный момент, что я как бы не мог его рекомендовать в плане звука, потому что все-таки винтажный синтезатор немножко не так звучат. Но в плане возможностей джемов, это просто супер вариант. Тем более, XD у нее есть возможность один асцентр сделать цифровым, то есть ваша палитра по тембру, она раскрывается еще шире, и как бы, да, я его посоветовал бы точно для начала, тем более, что на АБУ рынке их можно купить недорого. Джек Лондон пишет, а также, пожалуйста, сделайте обзор на Ornament and Crime. Я вас очень прошу, о тупой, а вы умный, я даже готов прислать вам модуль, чтобы вы его обозрели, но с возвратом, правда, но и наверняка он у вас есть. Ornament and Crime модуля у меня нет, но был он у меня в студии, ко мне приезжал Дима, друг мой, и я попытался в нем разобраться, найти там несколько функций, показать ему, как он работает. В принципе, чуть-чуть разобрался, но думаю, что этот модуль, как и многие функциональные модули, он требует, конечно, прочтения мануала. Ни один обзор вам не раскроет весь потенциал какого-то устройства именно для вас, пока вы не прочитаете мануал. Вот смотришь обзор, вроде все понял, начинаешь джемить, там можешь даже полгода заниматься с устройством, но потом ты читаешь мануал и думаешь, блин, почему я не делал это вот так, потому что здесь вот это есть, а ты этого не знал, потому что к устройству можно подойти с различных сторон. И каждый человек по-разному мыслит, и вы забираете от устройства какие-то полезные для вас фишки. Поэтому я рекомендую обязательно прочитать мануал, прежде чем пытаться что-то сделать. Ну или ладно, окей, вы можете, конечно, сразу пока не читать, вы можете джемить, баловаться, заниматься, устройством получать от него удовольствие, но спустя какое-то время вы понимаете, что это ваш инструмент и вам он нравится, обязательно прочитайте мануал, потому что вы точно что-то еще возьмете себе на заметку, или, например, будете делать это по-другому, сокращая себе там какое-то время. Вот. И орнаменты краем я на самом деле подумал бы купить, наверное, к себе в систему, потому что это интересный такой мультитул. И если я куплю, то обязательно сделаю на него обзор в какой-нибудь из серий про модулярные будни. Александр Александр пишет, видео почему-то не вываливается в подписках. Ребята, обязательно ставьте колокольчик. Это для тех, кто не хочет пропустить видео, обязательно поставьте его, и тогда у вас будет видео рекомендовать вам и вываливаться в подписках, и будут приходить уведомления. Не знаю, почему так YouTube работает, наверное, потому что канал у меня не очень большой, и даже подписчикам не всегда показываются мои видео. Так что если вы подписаны и думаете, что вам придет видео, это не всегда так, поэтому нажимайте еще колокольчик. А я буду только рад, если мои просмотры будут расти в первые дни быстрее, и YouTube будет меня рекомендовать другим зрителям. Милхирон пишет, очень классный формат, я прям рад, записываю больше, хорошо получается, информативно. Модулярные будни можно постоянно делать, там столько тонкостей, что капец. Абсолютно с тобой согласен. Модулярные будни не заканчиваются модулями, которые есть у меня. Их неисчислимое количество комбинаций можно придумывать, даже там из 20 модулей можно очень много чего записывать. Я надеюсь, что этот формат как-то перерастет потом в лайстрим, где мы сможем, где я буду делать, например, какой-то патчинг, а вы будете параллельно что-то комментировать, и мы сможем вместе добиваться каких-то интересных результатов. И мне было бы интересно с вами пообщаться на эту тему, и, возможно, у нас что-то в этом плане будет получаться. Ну, или пока я буду снимать просто как выпуски. Птанк пишет, значит, он рекомендует трек послушать. И букла. Кстати, рекомендуйте послушать мне какую-нибудь музыку. Я с удовольствием послушал бы музыку, которую вы слушаете, и я так больше буду узнавать о вас, потому что через музыку можно понять, насколько человек глубоко или поверхностно там разбирается в музыке. Не к тому, что там это плохо или хорошо, просто интересно знать уровень знаний, потому что это тоже важно, и, возможно, это будет иметь какой-то фидбэк в плане видео и общения с вами. Букла 200Е Александра Картиньи, о котором я узнал буквально недавно, когда смотрел обзор на Майк Нойз Стрега. Очень здоровская электроника для того, чтобы немного выпасть из реальности. Ты затронул очень большую тему, и я очень рад, что ты недавно зацепил вот эту тему с Александра Картиньи и буклой Е200, и вообще Майк Нойз, потому что я считаю этих чуваков... Во-первых, букла – это родоначальник одного из побережья, которое было в свое время развито, да, было Ист Кост и Вест Кот Букла и Мук. Эту тему уже много избито. Суть в том, что там был синтез субтрактивный, там аддитивный. В аддитивном синтезе все происходит посредством вейвшепингов, вейвфолдингов, добавления, то есть аддитивный, адд-добавления. И звук получается там интересным благодаря вот этому процессу. А субтрактивный – это вычитание, когда фильтруете звук, то есть более классическая такая история. И Zero Cost, и, значит, Стрэга, и Александра Картиня, он, во-первых, не раз был замечен при выступлении в зону Буклы, то есть человек, приближенный к компании Букла, и его музыка, она создана на этих устройствах. Это очень интересная музыка, я всем советую ее послушать. И что тут хочу сказать про Мейк Нойз? Мейк Нойз – это, кстати, Тони Роланда, который владелец. Это очень крутой чувак, потому что вот он сейчас создал компанию, которая, мало того, что он работал в Мук, в свое время, потом создал свою компанию и создал там Zero Cost, который объединяет два побережья, так он до сих пор катается на скейте, ломает там себе руки. Я, конечно, сожалею, что он сломал руку, но суть в том, что человек живет вот таким свободом мыслием, творчеством и созданием таких устройств, имея интересный бэкграунд. Я рекомендую познакомиться и с Мейк Нойз, потому что для меня Мейк Нойз в свое время создали такое открытие в мире модульного синтезатора, и я увлекся благодаря там одному из видео Тони Роланда, где там он свой желтый ящик презентовал как Shared System, ну там такая маленькая, она тогда еще была система. И вот желтый ящик, это, кстати, небольшая отсылка к тому, как изначально выглядели синтезаторы Мейк Нойз. Да, для меня это было важно, и поэтому, изучив вот все то, что ты здесь написал, я думаю, что ты встал на правильный путь, интересный путь познавания модульных синтезаторов и музыки в целом, потому что, по крайней мере, мне так кажется, что ты точно не ошибся. Дима Шапандаур, привет, есть мнение, что в техно не должно быть клэпа на пятую и тринадцатую долю. Мне кажется, это ближе к хаосу и хип-хопу. Как считаешь? Пятая и тринадцатая доля, это когда клэп, или там снейр, бьет вот так. Для техно можно использовать следующий трюк. Ну, почему для техно вообще, например, важно, то есть, если отталкиваться от мысли, почему не стоит использовать, то в техно происходит очень длительная и плавная модуляция, которая может меняться в течение многих даже минут, то вот этот клэп, он будет мешать погружению вместе со звуком в музыку. То в хаосе, конечно, проблем будет меньше, и у тебя будет развиваться аккордовая часть, или мелодическая, посредством вот такими маленькими кусками, и, скорее всего, он так и строится. И если ты все-таки хочешь использовать на пятую или тринадцатую долю, то я рекомендую просто делать его тише, по уровню, то есть, не как в хаосе он должен рубить, то есть, он может как-то звучать, но кик, например, будет громче, и бас, или там какая-то модуляция будет громче, то есть, и тогда он будет меньше мешать. Ну, в целом, как бы, суть вопроса мне твоего понятна, я думаю, что ты прав, но, опять-таки, никаких ограничений нету, и ты можешь придумать техно, где будет на клэп, на пятую тринадцатую долю, но это будет клэп, который не похож на клэп, и он будет немножко другую функцию выполнять, например. То есть, здесь тоже так возможно. Я думаю, ты меня понял. Так, снова Джек Лондон. Подумываю, второй Плэйтс взять, но также очень хотелось бы увидеть обзор на Клаудс или Тайфун. Так вот, Клаудс Тайфун и Суперсел, еще Монсон есть, это все разновидности Клаудса. Вот у меня есть Суперсел, в начале видео я про него говорил, обязательно сделаю на него обзор. Думаю, что я там затрону тему и Клаудса в целом. Так что, да, подписывайтесь и ожидайте. Дмитрий Таранов пишет. Думал взять Блафилд на вторичном рынке, но обнаружил, что у них была проблема с некачественными потенциометрами в какой-то период выпуска лотереи, получается. Блафилд очень крутой синтез, цифровой синтезатор, WaveTable, он имеет мультитембральный режим, когда вы можете 16 инструментов использовать, прямо из него какой-то секвенсор в него, либо там через Эблтон, и используешь 16 инструментов. И с потенциометрами действительно была проблема, и я даже покупал себе тоже Блафилд на вторичном рынке, и у меня была проблема. То есть, что там получается? Там есть основной энкодер, он постоянно вращается по кругу, у нее нет стопа, и у нее там стоит вот эта вот шестеренка, она металлическая, и спустя какое-то время металл там стачивается, и показатели, они проскакивают. Я решил эту проблему следующим образом. Я отнес к мастеру, который там разобрал, просто почистил эту пыль, выдал оттуда, смазал чем-то, и отдал мне ее. То есть, я потенциометр даже не менял. Я думаю, что если у вас нету рядом такого мастера, если есть, то хорошо, а если нету, то вы можете попробовать в Чип и Дипе где-нибудь купить, есть такой очиститель контактов для электроники, и попробовать им подуть. И возможно, что это, ну, смазать, да? Он под давлением аэрозольный. И он, возможно, решит эту проблему. То есть, я не считаю, в принципе, это проблемой. Если бы я снова купил устройство, где такое происходит, я бы тоже его снова починил. Поэтому, ну, дал это и рея, но вы немного проиграете, на самом деле. Починить эту штуку не так сложно. Мелихрон пишет. На колокольчик вообще никогда не нажимаю, а тут надо нажать. Да, нажимайте на колокольчик, лайк, подписывайтесь, и к этому видео тоже. Вадим. Все круто. Не думал устроить стримчик, где просто сидел бы, общался с чатом, и пробовал бы что-то напатчить. Я бы с удовольствием устроил такой стрим, но просто я сейчас боюсь, что у меня будет всего 10 человек, которые смогут в этом стриме участвовать. Я считаю, что это мало, потому что, учитывая то, что не все 10 смогут задавать вопросы, потому что все люди разные, и таких вот суперактивных еще меньшее количество от тех, кто будет смотреть этот стрим. Поэтому я рискую быть наедине с тобой или с кем-то еще на этом стриме. А если ты будешь на работе или где-нибудь занят с семьей, например, или с друзьями, то мне тогда придется вообще одному быть. Поэтому дождусь пока хотя бы премьеру будут смотреть больше людей, и я буду понимать, что есть определенное количество людей, которые могут одновременно смотреть стрим или трансляцию. И я думаю, что в этот момент и я начну делать уже лайвстримы. В том числе и буду общаться с чатом и пробовать что-то патчить. Сергей Уколов пишет. Крутой канал, спасибо за работу. Про бюджетные способы добычи модулей для Еврорека хотелось бы больше узнавать. А еще видеть обзоры модулей от русскоязычного автора с крупными планами, хорошим звуком, преобладанием наглядных примеров звучания. Самые бюджетные добычи способы модулей это Авито. Вы сможете смотреть на вторичном рынке модулей, караулить и покупать. Когда я начинал собирать модульную систему, я заказывал не то, чтобы в российских магазинах, там новые, я заказывал вообще из Америки эти модули. Платил за доставку 60 евро. Поэтому сейчас есть возможность брать БУ, и модулей очень много. Просто пойти на Авито, даже сейчас можно собрать целую систему. Поэтому, да, Андрей Те пишет, было бы интересно Digitone в сравнении с Digitact. Как бы они абсолютно разные по философии устройства. Digitone это синтез, это синтез FM синтез, интересный синтез. У него есть 4 дорожки и 4 внешних. А Digitact это one-shot сэмплер такой, у него есть 8 дорожек. И 8 устройств внешних вы можете также им управлять. Их секвенсор немного иначе построен. Суть в том, что для драм-машины нужен один секвенсор, для синтезатора, для синтеза другое. Ну, конечно, в этих, в электронах устроен параметр лог, вот эти вот саундпулы, и есть возможность делать драм-машину даже в синтезе. Это, конечно, круто. Но за это, в принципе, эти устройства и любят. Поэтому, если у тебя нет ни одного и другого, то ты сначала подумай, что тебе было бы интересно, синтезировать или сэмплировать. По сути, наверное, только в этом есть выбор. Here3D пишет, более глубоким син-DIY не заморачивался, могу порекомендовать интересный канал, там мужик с нуля делает осциллятор, фильтр и другую. Син-DIY – это когда do-it-yourself, когда ты сам берешь, там какие-то модули паяешь, например, или собираешь конструкторы. И, отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что да, я собирал. Я собирал видеосинтезаторы, про них тоже как-нибудь сделаю видос, расскажу. У меня есть видеосинтезаторы аналоговые RGB, которые позволяют посредством CV управлять цветами. Это интересная очень штука. У меня их сейчас два, раньше было три. Вот эти синтезаторы я паял. Там SMD-шки были уже припаяны, а где не были припаяны, я просил припаять приятеля. И также просил его проверить свою пайку, потому что я первый раз паял. Но такие транзисторы, бочки вот эти все я припаивал сам. Грубо говоря, по инструкции идешь и смотришь, что зачем припаивать. Не так-то сложно это. Но не скажу, что мне это прямо очень интересно сейчас. Я, например, Syncussion свой сам уже не паял. Я его отдал приятелю, чтобы он мне спаял все качественно, чтобы я был уверен, что у меня хорошее устройство. А такие недорогие синтезаторы, я пробовал это делать, да. Но, скорее всего, я даже сделал себе небольшой вызов для того, чтобы понять вообще, смогу ли я это сделать. Решил попробовать. Попробовал и, наверное, больше уже не хотел бы паять, потому что... Ну, этот процесс менее интересен, чем процесс создания какого-то творчества. Владимир Жуковский пишет. Давай видос про Digitone. Что за звуки на фоне? Очень красиво. Про Digitone есть уже видео, да, вопрос этот был написан давно. А что за звуки на фоне? Всю музыку, которую вы слышите на канале, я всю ее сам делаю, поэтому я рад, что она вам нравится. Я рад, что вы оцениваете это. И спасибо. Ксения Рязанова. Спасибо. Это невероятно занимательный процесс. Очень вдохновляет. Ксения, я очень рад, что тебя это вдохновляет. Меня вдохновляет твой комментарий. И я рад, что я... Мой канал и мои видео тебя вдохновляют, потому что одна из главных целей создания этого канала было вдохновлять людей на творчество. Вот. Я сейчас, конечно, увлекся больше какими-то обзорами, но это связано с тем, что обзоры больше YouTube рекомендует. Но в целом канал будет заточен в будущем, наверное, на то, чтобы делиться творчеством и вдохновлять людей этим процессом. И чтобы вы пошли, тоже что-то создали. Суть в том, что мы можем покупать любое устройство, и это устройство нам приносит вдохновение буквально там первый день или первую неделю, месяц, там сколько-то. Но потом оно также лежит на полке, и люди могут к нему не прикасаться, а кино, музыка, какой-то там YouTube-блог, например, про синтезаторы или про творчество, он может вдохновлять человека на создание музыки на этих устройствах. Поэтому это бесконечная тема, честно говоря, потому что если у вас есть любимое устройство, и покупать вам больше ничего не надо, можно просто чем-то вдохновляться извне, путешествовать, ходить в музей современного искусства, ходить на концерты, слушать интересных артистов. Это все-все очень занимает. Читать книги, смотреть театры, наблюдать за какими-то процессами. Все что угодно может вдохновлять. Поэтому вдохновение это то, что нужно всегда подпитывать в себе. И я рад, что я кого-то вдохновляю. Павел Загорский, очень рад, что нашел канал. Все очень круто и со вкусом. Пожалуйста, снимай. Еще смотрел с видосами. Буду снимать обязательно. Рекомендуйте мой канал своим друзьям. Пусть кто-то тоже найдет канал, пересмотрит все видео. Это здорово. Есть еще несколько вопросов, которые выпишутся личными сообщениями. Я не буду раскрывать автора, потому что человек, наверное, захотел сохранить анонимность. Одно сообщение интересное, и поэтому я их тоже прочитаю. Привет, смотрел видосы про железные секвенсы и встретил твой. Хочу лично обратиться. Помоги новичку. Мне в подарок достался синт. Берлингер Model D, Yamaha Reface CS и драм-машина TR-08. Поигрался денек, и меня это дело увлекло. Мой первый опыт с железными синтами. Подскажи, как мне собрать этап, чтобы все это дело подружить, начать писать что-нибудь интересное. Ну, во-первых, ты можешь использовать Ableton для этого, но если мы говорим тут про бескомпьютерную историю, то в своем случае я бы рекомендовал бы все-таки Electron DigiTact, потому что ты добавишь в свой сетап сэмплер, который позволит себе что-то сохранять. Плюс ты сможешь раздавать секвенции, 8 штук на все эти устройства, сохранять это все в этом секвенсоре. Ты можешь программ-ченж делать, то есть ты переключать программы в DigiTact, и будут переключаться на других устройствах. То есть, по сути, тебе как хаб DigiTact супер подойдет, если, конечно, у тебя есть бюджет. Если ты хочешь подешевле обойтись, то можешь какие-то там, например, посмотреть Korg SQ64, Bitstep Pro, что-нибудь в этом духе будет примерно в два раза дешевле, но он не так удобно, и сэмплера не будет. Поэтому, если есть возможность, бери DigiTact. Йоу, наткнулся на тебя недавно, очень крутые видосы, спасибо душевно за доброту и атмосферу, хотел у тебя спросить по поводу Berninger Neutron, имел ли ты опыт с работы с ним, и твое мнение, ибо устал сидеть на VST-шках, решил приобрести себе первый околоуниверсальный синт, в дальнейшем, думаю, его вставить в кейс и начать собирать модули. Хотелось бы узнать, что думаешь по поводу такого подхода. Короче, у меня есть Berninger Neutron, мне его приятель одолжил, возможно, я сделаю обзор на него, он такой в интересном виде, у него такой этот фейсплейт лежит. Почему я его взял? Да потому что он падает сразу для выбора у людей, которые только начинают погружаться в систему. Честно говоря, я человеку порекомендовал взять Zero Cost, потому что Zero Cost это прям очень крутой вообще синтезатор, который и модуляр, и при этом синтезатор, и West Cost, и East Cost, Zero Cost, в общем-то, да, среднее побережье. Он небольшой по размеру, там можно создавать очень классные модуляции, и также секвенции простые можно в нем создавать. Он меньше размером, качественное устройство. У меня он был, я его продал, просто я им не пользовался, и решил как бы просто перевложить, в общем-то, ресурс. Что касается Neutron, то пока мне рекомендовать его я не вижу смысла. Вообще, Berninger, конечно, больше исключение хорошего устройства, чем правило, но устройство хорошее тоже есть. Я думаю, что когда я изучу, его, и, может быть, какой-то видос про него сниму тоже, если интересно, напишите. Это, может быть, какие-то вопросы у вас будут по нему тоже, пишите комментарии к видео, и, может быть, я буду раскрывать. То тогда я расскажу что-нибудь про него. Пока, честно говоря, не сталкивался с ним, но вот он лежит у меня. Думаю, что оценю его в ближайшее время. Вот, Кир 3D пишет еще такой длинный комментарий, тут, привет, хочу добавить свои 5 центов. До того, как собираю модуляр, нужно определиться, для чего он нужен, если глубже умеет ли человек будущий модулярщик создавать музыку, поэтому лучше сначала покрутить на компе какие-то угодные виртуальные модуляры, попробовать писать на них, попробовать также классические синты, бла-бла-бла. Не будет волшебной таблеткой, поверьте мне, люди. Короче, это все абсолютно так. Но нужно, во-первых, значит, одна сторона, не обязательно создавать модуляр себе для того, чтобы писать музыку. Некоторые люди просто хотят классно проводить вечером время, и в этом нет ничего плохого абсолютно, потому что модуляры, 99% модулярщиков не являются музыкантами. Вот. И да, если есть возможность попробовать, другая сторона, если есть возможность посоздавать музыку где-то на компе, V-CV-Rack, например, это очень крутая штука, где ты можешь понять вообще, нужен тебе этот модуль именно синтез. Вот. Раньше, когда я только собирал модуляры, не было V-CV-Rack, но зато была какая-то на MaxFallive, по-моему, там такая штука, типа имитация модульников, там были такие со своим интерфейсом тоже интересные LFO модули, можно было... Это было очень сложно, это было... В тот момент для меня это было так интересно, я думал, о, неужели круто, можно попробовать что-то сделать. Попробовал, да, но не так долго я этим игрался, в итоге начал модули собирать. Вот. Поэтому тут комментарий, я не знаю, он как бы характеризует всю эту суть вообще модульных синтезаторов. Но ты как будто бы не понимаешь, что это так и есть. Ты хочешь с этим... Не хочешь с этим мириться. Тебе кажется, что все модулярщики это музыканты. Нет, это абсолютно не так. Нет ничего плохого в том, что люди будут собирать модульный синтезатор и не писать музыку, а проводить просто с ним время и сделать какие-то звуки. Хорошее хобби лучше плохого. DDKI пишет. Спасибо за классный обзор и очень интересно ваше мнение и разбор про Analog4MH2 посмотреть очень. Analog4MH2 я себе купил и я очень рад этой покупкой и в ближайшее время я сниму про него видео, конечно. Mozelect пишет. Еду сегодня с женой, говорю, все, буду я, значит, собирать модуляр. Сил моих больше нет. Жить без него. Захожу на YouTube и тут видео, которое мне так не хватало. О, да. Слушай, я рад, что ты нашел мое видео и оно тебя, надеюсь, вдохновило. Ну что, ты купил что-нибудь уже? Надеюсь, твоя жена не против, потому что, ну, моей не против, вот, потому что модуляр это такое влечение не сколько финансовое, а сколько ты эмоционально там можешь подолго пропадать. Это интересная вещь, вот. И я желаю тебе хорошего пути, доброго пути и я надеюсь, что это к чему-то интересному приведет и я рад стать частью и проводником в мире модульных синтезаторов для тебя. Макс Максов пишет. Самое интересное в конце видео, а я присматриваю в сторону Octatrack MK2, так как уже я купил себе MOOC. Мне очень интересно, какой у вас аудиоинтерфейс и как все коммунируется при написании музыки именно в него, как расширяли аудиовходы за звуковухи, именно чтобы все записывать за видео. Спасибо, смотреть, интересно. На данный момент у меня несколько аудиоинтерфейсов. У меня есть звуковая карта Audio 8 DJ, редко ее использую. У меня есть зум-рекордеры, я пишу в него какие-то такие на ходу истории. И у меня есть пульт Maci, это Onyx 1220i, он с внутренним FireWire интерфейсом, у него мультитрековая запись поддерживается, то есть я могу делать на нем мультитрековую запись. Я еще его модил, я сделал там, значит, фейдер, когда ты громкость фейдера шевелишь, у него этот уровень, он не попадал в микс, то есть начинал с эквализации. Как бы эквализация работала, а вот этот нет. И я сделал так, чтобы FireWire шло перед фейдером. То есть перед фейдером звук забирался с микшера. Я отнес это одному человеку, он там разобрал и сделал вот эту внутреннюю коммутацию, распаял там мне все, и поэтому я сделал небольшой мод для него. Еще два канала у него было на мастер, и я их перепаял также на TapeIn. То есть с помощью TapeIn я сделал еще дополнительный вход, чтобы можно было записывать еще инструментов побольше, потому что мастер не очень интересно было записывать, интересовала только мультитрековая история. И, в принципе, его я сейчас использую. Там есть небольшая задержка, у меня длинный FireWire, не знаю, с чем это связано, но бывает иногда задержка в Эбблтоне происходит. Ну, в принципе, меня это устраивает сейчас. Поскольку я не так много с Эбблтоном работаю, использую больше его как рекордер, вот, то этого микшера не хватает, потому что выстроить там настройки, в принципе, удобно. Микшер же уже недовольный, не новый такой, и пока меня он устраивает. Свин Дизель 808 пишет. После инструментов Электрон другими пользоваться не хочется. Дизайн, качество, интерфейсы уделают все Акаи, Роунды, Корги и Имхо. Электрон действительно интересное устройство, но они также и тяжелые. Я иногда люблю еще легенькие такие пластиковые инструменты. Не знаю, с чем это связано, но как бы у меня нет такого сильного фетиша, дорогие какие-то устройства. Мне кажется, что комбинация дерева и металла очень крутая, комбинация пластика и каких-то металлических ручек тоже классная, полностью металлическая, тоже круто. Но вот что не круто, так это софт-тач, например, который портится со временем. А у Электрона, кстати, у последнего кнопки софт-тач, поэтому не знаю, как они через время себя покажут. Но в целом, да, Электрон на самом деле круто очень делает инструменты. PH911. Привет, спасибо за видео, пробую свою музыку делать и забираю сетап. Пока это DrumBrute, Impact, TD3, вас, погляжу на K2, нейтрон до кучи. Вопрос покупки секенсера очень актуален. Электроны почему-то неохота, так как говорят, много дайвинга там внутри. И заинтересовался ходу Пионер. Но ограничения очень удивили. На видео пришел по запросу на Sequentics. Интересно, конечно, про Кальмара. Буду ждать видео. Скажу, что в Электроне дайвинга не меньше, чем в Пионере. В Пионере тоже много дайвинга. Но в Пионере есть на русском, зато вот. Там абсолютно другая философия. Есть ограничения. И мне нравится на самом деле Сквид, и мне нравится Электрон. Думаю, что в будущем сделаю видео обязательно про Сквид и расскажу отличия с Электроновским секвенсором, например. Ну так, вкратце, наверное, об этом тоже упомяну. Поэтому тут, как бы, да, дело вкуса. Но дайвинга везде достаточно. Что в Электронах, что в Пионере. Устройство придется все равно изучить, почитать много. Ани Ваттервакс пишет. От какого питания он работает? Разве 4MS Power дает возможность подключаться через Powerbank? Хочу тоже на природе играть. Нетерпенье жду новых видео. Сделай, пожалуйста, видео по модулярам. По модулярам периферии. О микшерах, аттенуаторах, клоках, разных элементрах управления. Последний, кстати, комментарий про все. Да, об этом на самом деле модулярные будни. Поэтому подписывайтесь на канал. Думаю, что буду рассказывать об этом. А по поводу Powerbank вот такой вот RAVPower. Powerbank у него есть возможность подключаться розеткой, вилкой. То есть, если у него есть вилка, соответственно, вы можете подключить любое устройство. Ну, не любое. Там по ограничению по мощности 60 Вт, по-моему. Да. То есть, например, MacBook 15-дюймовый он не питает. Вот. А тренажку, наверное, запитает. Ну, модуляр питает. И Strange пишет. Для размещения на одном триггере два звука, например, бочкой клэп, возможно сделать прием смещения. Нужно нажать на триггер, где у вас клэп, и стрелочками подтянуть вправо или влево для достижения нужного результата. Блин, на самом деле, крутая штука. Да, действительно, можно использовать два рядом звука. Один вправо сдвинуть, а другой влево, назад. И они у тебя будут примерно в одном месте играть. Небольшой свинг получится, но, тем не менее, это выход, на самом деле, если вам вдруг очень нужно использовать два звука в один удар. Да, классный лайфхак. Спасибо. Микл Нойз пишет. Хороший видос. Жду ОКТ. Очень интересно посмотреть подробно видео о нем. Блин, изучить ОКТУ для меня это целый вообще, наверное, процесс длительный. Конечно, наверное, не получится про него видео снять, потому что, во-первых, у меня нет его. И я взял себе Блэкбокс, это тоже сэмплер. Думаю, что про него я видео, скорее всего, в ближайшее время тоже сниму. А ОКТУ это будет, наверное, следующий этап, если я пойму, что Блэкбокса мне будет недостаточно. То есть, наверное, как и все приду как-то треку. Но пока не хочу зарекаться, пока меня устраивает Блэкбокс, особенно своим размером, портативностью и удобно там лупы с него запускать. То, что нужно было мне. Модест и Сюрмашина пишут. Один вопрос. Как ты ее достал и где? Это про микрокозом вопрос. Слушай, у меня приятель купил ее на официальном сайте, заказал ее, просто подождал. Поэтому ничего сложного. Одно дело, если бы нельзя было купить, но у них вроде как в ближайшее время какая-то предпродажа начнется. Уже предпродажа вроде есть и можно будет купить устройство. Мока. Интересно было бы посмотреть видео про акустические решения, которые были проделаны у тебя в комнате для работы со звуком. Я там ответил на этот комментарий. Суть в том, что у меня тут не совсем студия, это такое больше творческое пространство и человек мне тоже ответил, что у меня тоже больше творческое пространство. Я думаю, что это заслуживает на самом деле отдельного видео. Небольшой ром-тур. Расскажу про свои акустические панели и вообще про какую работу я тут проделал для того, чтобы заниматься тут музыкой, что это вообще за помещение. Но для этого нужно отдельное вдохновение. И если вам интересно такое видео, пишите какие-то темы, что бы тут вы хотели, чтобы я раскрыл. Потому что обо всем все сразу я не смогу точно рассказать, но поверхностно как-то буду освещать какие-то темы. Вот тема с звукоизоляцией будет затронута, думаю. Ну и пишите, интересно было бы вам посмотреть такое видео в целом. Скажу, что я сделал так, чтобы у меня просто не гуляли тут верхние частоты, чтобы тут не было сильного какого-то эха. Чтобы можно было записывать голос, чтобы можно было комфортно музыку слушать. Но заниматься сведением и мастерингом я не рекомендовал бы, конечно, в таких студиях, потому что если вам необходимо профессиональное сведение и мастеринг, ну скорее всего даже не про сведение, а про мастеринг речь, лучше пойти в подготовленную комнату для таких задач, где у вас частоты не будут друг друга перекрывать и взаимовычитать и уничтожать. И вы сможете их слышать. Я же все-таки стараюсь ориентироваться здесь на спектроанализатор. Ну и в целом, когда я беру какой-то инструмент, я примерно понимаю, в какой частоте он звучит. И там я его и смотрю на спектроанализаторе. Поскольку музыка у меня не очень насыщенная и не очень по высокая, по РМС, то динамики довольно много, ну по крайней мере я так стараюсь делать, то я как бы распределяю инструменты эти примерно до того, как их начал использовать. То есть, ну понятно, как ронландовские драм-машины звучат, понятно, где бас должен быть, понятно, где синты, где эффекты, по панораме там тоже все. То есть, грубо говоря, какой-то опытный такой подход в плане сведения в процессе создания, он присутствует всегда. Ну а мастеринг, если вы собираетесь издаваться где-то круто, то мастеринг вам либо помогут сделать, либо можете, вот пожалуйста, опять-таки, пойти в комнату специально подготовленную для этого. И здесь нет возможности делать какую-то крутую комнату, потому что она геометрически не подходит для этого. Я пробовал. Ладно, об этом я расскажу наверное в другом видео уже. Спасибо за интересные вопросы, спасибо за ваши комментарии, спасибо, что даете обратную связь. Вопросы-ответы. Напоминаю, что эта рубрика создана для того, чтобы общаться с вами, чтобы улучшать канал, чтобы вы помогли принимать участие в развитии этого канала. И в комментариях я всегда указываю ссылку, где вы можете задать вопрос мне для этой рубрики и оставить там небольшой донат. И также интересные комментарии к видео я буду собирать по ходу какой-то определенный период времени и отвечать на них. На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно смотреть такое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рекомендуйте мое видео другим пользователям. И до скорой встречи. Пока.